Мы сейчас, в эту субботу, будет парша дворим, а мафтир будет хазон. Этот шаббат так и называется, шаббат хазон. Это шаббат перед 9 августа. Шаббат перед 9 августа, это шаббат хазон. Так обычно бывает же так. Обычно мафтир говорит о теме недельной главы. А бывает мафтир, который соответствует этому времени. Так есть три афтирот в три травмные недели. Первый это Диврей Ермеев, второй из пророка Ермеев, который был последним пророком перед первым изгнанием, которого Бог выбрал, что он предупредил еврейский народ. Он пророчествовал 40 лет. Затем из того же пророка Ермея Ушиму, а сейчас мафтир Хазон из пророчества Ишайел, который жил около 150 лет перед разрушением первого храма. Мы начинаем новый хумаж. Эти слова, что Дибер Мейче, Машель говорил, о коме строил ко всему еврейскому народу. Тут упоминается много мест, это непонятно. Раша говорит, что это не одно место, которое получает так много титулов. Но это Машель выговаривал за их нарушения, которые были в этом месте и в этом месте. Баммитба, например, то, что было в Шитим, в степях Муава, Барова, это Барова, в степи. Напротив Суфа, то, что было, были у Ямсуфа. Они сказали, что нет могил в Египте, чтобы вывел нас отсюда. Хацейрис был спор короха. Дизов, это он выговорил за золотого тельца, чтобы было достаточно золота. У вас было слишком много золота, чтобы вы здесь сделали золотого тельца. Интересно, Медраж говорит на это так, что Машебе говорил о евреях более остро перед своей смертью. И Медраж приводит, что так же вел себя и Яков. Тут написано, Медраж еще говорит, что он выговорил всех евреев. Почему всех? Потому что, если часть будут, а часть не будут, то те, которые не будут присутствовать при этом скажут, Моше вас выговаривал. А вот если я бы там был, я бы сказал, ответил бы то-то и то-то. Поэтому Моше выговаривал при всех. Мы ли все евреи. Книга дворим есть две части. Есть части, что он говорит им, выговаривает, обучает, наставляет. И есть заповеди. Ахадов Саргей Мехиреев. Одиннадцать дней из Хиреев и Гарисина. Дорога Арсиир. Аддокадыч Банея. Раша говорит, что имеется в виду дорога одиннадцать дней от Хиреева. А вы шли ее за три дня. Во-первых. Во-первых. Был сороковой год. Ба-аш-ты осаргейдиш. Одиннадцатый месяц. Ба-я-ход га-хейдиш. Первый день месяца. Когда это? Одиннадцатый месяц это Шват. И первого Швата. А кто помнит, когда Муше ушел с этого мира? Первого Адара, правильно? Седьмого Адара. Седьмого Адара. Так от первого Швата до седьмого Адара сколько дней? Тридцать семь. То есть весь Хумаш дворим это тридцать семь дней. Разумеется, последнее предложение, которое там написано, что еврейский народ оплакивал сорок дней, тридцать дней. Так это все. Если раз по мнению, что Муше все это записал, то так это только тридцать семь дней. От первого Швата до седьмого Адара. ДИБА МЕШ ГОВЕМОЕШЕ ЭЛУ. БНАИ ИСРОЕОК СНЫМ ИЗРАИЛА. КАКВСЁ, ЧТО БОК ВИЛЕЛ, ЕВО КНИМ. После этого он разбил из-сихин Мелако Эмери, из-сихин царь-эмори, который проживает в Хешбоне, который проживает в Хешбоне, который проживает в Аштурис, в Адреи, в Адреи. Бе-эмера явно на берегу Иордана Бе-эра Смея в земле Муава. И у Миши, Моша начал Бе-эр объяснять, это три раза из-сихин Мэр. Эту Тору, говорят, Чкунский, я не помню, я прочитал этот пасук до конца, когда он разбился, когда он шел выговаривать, это уже когда заняли часть территории землю сихин и ого. Вы знаете, что люди не так любят критику. Это вы знаете? Так когда... Так критику легче давать уже, когда человек что-то получает. Они уже часть земли заняли. Тогда, может, я предпочел сказать критику именно тогда. Вообще, по-хорошему, и слушать критику, это полезная вещь. Но для этого надо быть на уровне. И не каждый человек на этом уровне. Бы-и-и-и-ра-яр-дэйн, Бы-э-рэ-э-э-э-э-э-э-э-ц-мэй-о-в, не-берегу-и-ар-дэ-э-э-э-на-в, А если умеешь объяснять, то это тоже имя говоря. Бог наш Бог говорил с нами в хире в Синай, говоря, «Много вам находиться в этой горе. Пну повернитесь. Усу в хеем и ете. У вею приходите аруэмире, горе море в Кушхинов, ко всем соседям. Буарова в степи, в огор, в горе, в Ашфей, в Низмин, в анеге в юг, в хейфаём по бережью моря. Эрец окна неба воны, земля окна неба воны. Ада нора годов до великой реки Нар-Прос, реки Ефрат». Емара говорит, что река Ефрат, она не такая великая. А почему же ее называют великой? Потому что она близка к земле Израиля. Интересно. Тут написано «Повернитесь и едьте, и приходите в горе Амори и ко всем соседям». Каким соседям? Раша приводит. Соседи — это земля, в которой жили Амону, Моав и гора Саир. То есть то, что написано в Геморре, что это земля Кени, Книти и Кадмини. Вы знаете, что Бог обещал Аврааму землю десяти народов, включая Кени, Книти и Кадмини. А впоследствии еврейский народ получил только семь. А Кени, Книти и Кадмини получили Амон, Моав и Эдом. Вы знаете об этом. А Кени, Книти и Кадмини — это эти земли еврейский народ получит в годы Мошьяха. Что же тут написано «приходите в гору Амори ко всем соседям»? Очень просто. Это было еще до посылки разведчиков, до посылки Мерагли. И тогда планировалось, чтобы евреи заняли все десять племен. То есть Кени, Книти и Кадмини тоже, эти территории тоже. Это было до посылки разведчиков. Рей, смотри. Я дал перед вами землю. Приходите, наследуйте землю. Бог поклялся вашим отцам. Потом за ними. Раша говорит, придите, наследуйте. Наследуйте — это значит, вы не нуждаетесь в войне. Приходите, наследуйте. Никто не против. Не надо воевать. И продолжает Раша, если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Ни в оружии, ни в войне. Интересно, Раша? А? Но непонятно другое. Когда были посланы разведчики, и после того, как еврейский народ плакал, приводится о разных наказаниях, которые Бог сказал еврейскому народу. Что они бы останутся в пустыне, если они вымрут в пустыне, и они-то останутся там сорок лет. Правильно? А о том, что надо будет воевать, им будут нуждаться в оружии, нигде не пишется. Вопрос. Почему это не упоминается там? Мне кажется, что ответ очень простой. Это вообще не является... Это не наказание. Это следствие. То, что они вымрут в пустыне, это наказание. А то, что они будут нуждаться в войне и в оружии, это просто следствие. Есть правило, которым Бог ведет мир. Написано в Таилим, Ашем цилхо ал яд ебенехо. Бог твоя тень на твоей правой руке. И Медраж говорит... Это пасук. Пасук в Таилим. И Медраж говорит, как ты двигаешься, так и тень твоя двигается. Бог как твоя тень. То есть отношение Бога к еврейскому народу прямо соответствует отношению еврейского народа к Богу. И это прямая зависимость. Так если бы евреи не посылали разведчиков, а просто полагались бы на Бога, как Бог их вел до сих пор. Он бы вел их в страну. И вел бы их без войны. Как написано, приходите, наследуйте. Когда человек что-то наследует, он должен воевать? Обычно нет. Приходите и наследуйте. И они бы не нуждались ни в войне, ни в войне, ни в оружии. А раз они решили сами, как говорят, сами руководить событиями, так они уже нуждались. Они нуждались в войне и в оружии. То есть если бы они продолжали путь, которым они шли в пустыне, то с теми же чудесами, что Бог вел их в пустыне, Он вел бы их в страну тоже. Они взяли инициативу, что они хотят сами посмотреть, сами выяснить, сами проверить, как воевать, что. Вы хотите сами, пожалуйста. Это уже ваша инициатива. Я сказал вам в то время говоря, Я не могу сам нести вас. То есть я не могу быть единственным судьей над вами. Вы как звезды неба, многочисленные. Я не могу быть, как он вам говорил. Когда идет судебная разборка, так если кто-то видит, что другая страна, страна выигрывает, он говорит, а у меня есть еще доказательства, и так далее, это затрудняет. Так Маше говорит, я не могу сам нести ваш труд и ношу, и спор. Берите вам аношим хохоми, мудрые, унывиним, хохоми мудрые, которые знают законы, а не воним, понимающие одно из другого. Я иду ими известны, что их знают с юных лет. Вас с именем я их назначу, барошейхом выграбиваться. Ватануиси, вы ответили, вообще-то евреи должны были бы сказать, а что лучше, чтобы Маше судил или другие судьи судили, что вы думаете? Когда суд выйдет более справедливо? Что Маше судил. Маше сказал мне трудно, но еврейский народ своей страны должен был бы сказать, что лучше, чтобы Маше судил. Ватануиси, вы ответили, Маше сказали, ты его добр, а что то слово, а что не говорил, а суд, чтобы делать? Мы как раз были довольны, что будут другие судьи. Ну, смотрите, что Маше не подкупишь, это они знали. А других судей, а может быть, можно подкупить. Что? Это вы правы. Но иногда стоит ждать, чтобы были судьи, на которых можно, которые больше вникают в суде, и на которых можно больше полагаться. Раби Гуды, это не 1 из 600 тысяч, это 600 тысяч мужчин от 20 до 60. Приблизительно то же количество женщин, это уже 1 миллион 200. А сколько детей до 20, а сколько стариков после 60? Грубо говоря, это 2,5-3 миллиона. В Эках я взял с Роши Шевтеха, руководителей ваших колен, Аношим Хаххомим, люди мудры, идуем известные. Главные на тысячу, главные на сотнями, главные на пятьдесят, главные на десятью. Шутрим, это те, которые обязывают и заставляют выполнить решение суда. Раши обращают внимание, что тут написано Хаххомим, мудры и унывеним, правильно? А тут написано Идуем, только Идуем. А в главе Итро написано еще качество. Что это означает? Что если есть нечестные деньги, сомнительные, он не поторопится их взять. Есть геморраб Боба Баса, который говорит, что судья, у которого забрали деньги через суд, не годится быть судьей. Если он был бы таким, который не любит нечестные деньги, он бы сам это отдал без суда. Так интересно, достаточно судей с теми качествами, которые мы упомянули, не было. Нашли только Анношим, Тадыким, Хаххомим, мудры, знающие, Идуем известно, их знают. А вот Небенем, понимающие одно от другого, Анши Хаил, Ерея Раким. То есть другие качества достаточно не нашли, которые ненавидят нечестные деньги. Это большое правило. Судья должен слушать. Вослушать каждого из подсудимых. И потом он может прийти к выводу, кто прав. Ушвата темцедек. Судите справедливо. Бейнииш и Бейнохиев. Между человеком и братом. Увен Гейрей. И между тем, кто с его напарником, который с ним судится. Гейсакиро фанимба мишпот. Не признавайте лиц на суде. Не признавайте лиц. Представьте себе. Два человека приходят в суд. Так в суде он не должен не говорить к одному из них. Ты знаешь? А, я тебя вспоминаю. Когда-то мы жили вместе в таком-то доме. Или вместе учились там-то и там-то. На суде это одна сторона, а другая сторона. Без никаких знакомств. Какотенька годыл тышмол. Какотенька годыл тышмол. Маленького и большого слушайте. Можно понять маленького и большого. Какого уровня человек, какого положения. Слушать в равной мере. Раши говорит, что маленькое дело на небольшую сумму. Слышать с той же серьезностью, как дело на большую сумму. Не бойтесь человека. Суд он перед Богом. Суд он перед Богом. Ваадова раши икшемики. А то, что будет трудно вам. Так рибу ныгай привлезте ко мне. Ушматив я услышал. Ваадца веши. Эсхэмбо итайи. Я указал вам в то время. Эсхола дворим ашатасун. Все правила, как вы будете поступать. То есть, есть правила ведения суда. Есть правила, как вести денежный суд. А есть правила, как вести суд о присуждении смертной казни. Есть между ними много разниц в правилах ведения суда. Подробно это разбирается в Талмуде Санедрим. Правила ведения суда. Разница между денежными делами и между присуждением смерти. Так как мы сейчас находимся прямо перед 9 авгу. Ну, не совсем прямо. Будет мы сейчас в конце четверга. Будет пятница. Потом суббота. Вообще-то 9 авгу выпадает по календарю на субботу. Но пост 9 авгу и 9 авгу переносится на день Божия на воскресенье. Так поговорим о причинах разрушения первого храма и второго храма. Я не понимаю, почему это является претензией. А Шишин сказал, а если понятно, обратитесь к десятникам, десятникам, сотникам, тысячам. А потом ко мне. В чем здесь проблема? Обратитесь ко мне. Что? Его осуждать за то, что он сказал, обратитесь ко мне. Так было и так, и не трогавая ему. И к кому обратиться? К Всевышнему? Прямо? Почему осуждают его? А-а-а. То есть так. Смысл этого, что может быть, что Маша тоже не будет знать. Но вопрос такой, вопрос может быть в такой форме. А что он должен был им сказать? Что он должен был им сказать? Что он должен был им сказать? Так и вопрос. Приблизиться к Маша не должен. Он будет знать? Будет знать? Нет. Он спросит у Бога. Правильно спрашиваете рабюга? Геморрав Юме разбирает по какой причине был разрушен первый храм, а по какой причине второй. Хотел бы только сказать. Вы знаете, что Рамбам в законах Таньео, в законах апостах в 5 главе пишет так. Есть дни, которые наши мудрецы установили как пост из-за событий, которые произошли в эти дни. И для того, чтобы еврейский народ размышлял и думал о причинах, почему был разрушен первый храм, почему был разрушен второй. И подумать, как нам это исправить, в чем наша ошибка, что мы должны исправить. Так там вот, когда в Юме девятый лист говорит так. Почему был разрушен первый храм из-за трех нарушений, которые были. И до упаконства, разврат и проливание крови. Это самые страшные преступления, за которые полагается смертная казнь, карета отсечения души от источника. И это самые страшные преступления, за которые каждый еврей должен быть готов отдать жизнь, чтобы не нарушить. Морал из Праги формулирует эти три самых строгих нарушения и до упаконства, разврат и проливание крови по трем векторам, по трем направлениям. И до упаконства, это самое тяжелое преступление относительно Бога. Это нарушение верности к Богу. Человек служит этому. Поэтому определение, атеизм, неверие вообще, тоже это нарушение верности к Богу. Так и до упаконства, это самое страшное нарушение относительно Бога. Швихуддамим, проливание крови, это самое страшное преступление относительно другого еврея. Забирают у другого еврея самое дорогое, что у него есть. Что у человека самое дорогое? Это жизнь. Проливание крови самое страшное преступление относительно другого еврея. А швиху, а геоя райот, разврат, это относительно самого себя, относительно своего духовного уровня. Как известно, что человек, который занимается развратом, он духовно очень низко падает. Морал это называется, что разврат, это, если можно так выразить, самое скотское преступление. Он приводит, что вы помните, что та жена, которой муж подозывает, он приводит ее в храм. Приносит жертву. Жертву из чего? Мучную жертву из чего? Из ячменной муки. Скажите, кто обычно ест ячмень? Скот. То есть, это соответствует, она ввела себя как животное, поэтому ее жертва тоже такая. Тагимра говорит. Интересно. Мэрау также говорит, что противоположность, то есть это три вектора. И до упаконства относительно, нарушения верности к Богу. Швихунда мим, прививание крови. Самое страшное преступление, позвращение к другому еврею. А кихуэра йос, самое страшное преступление относительно самого себя, своего духовного уровня. Три вектора, три направления. Мэрау так, по этой же линии, говорит, написано же в первой, во второй, написано в начале Перке Авод, что мир стоит на трех основах, что Тора, Авода и Гмигут Хасадим. Тора, Авода и Гмигут Хасадим. Так морал из проги говорит так. Авода, это же отношение с Богом. Это или молитва, или жертва, или молитва. И то, и то, это отношение с Богом. К мирут Хасадим, это отношение к другому еврею, делать добро другому еврею. А Тора, изучение Торы, это повышение своего духовного уровня. Тора, это повышение своего духовного уровня. Авода, относительно служения Богу, молитва, или жертвы, это отношение с Богом. А Гмигут Хасадим, отношение с другим евреем. Так за эти вот три страшнейших преступления написано, был разрушен первый храм. Спрашивает Гемара. А во Мигда Шейни, второй храм, что эйским бетелил в митвесе, в Гмилос Хасадим, А занимали второй митвот и делали добро. Мипнейма хорев. Почему он был разрушен? Мипнейшо и собей сина с хином. В нем была напрасная ненависть. Мипнейшо это нас учит, что напрасная ненависть, она соответствует, она равновесна трем преступлениям. То есть, напрасная ненависть равновесна, но надо понять. Гемарран говорит о них, что они делали что? Они занимались торой и митвот и делали добро. Только давайте скажем еще одно. Что такое вообще сина с хином? Как вы переводите сина с хином? Напрасная ненависть. А что значит напрасная? Что? Вы говорите серьезные вещи, а не бывает без причин. Это значит так. Сина с хином не значит, не только, когда кто-то встает с левого бока и говорит, я такого-то давида ненавижу. Нет. Есть какая-то причина. Он делает что-то, что мне это неприятно. Мы сидим в одной комнате. Он закрывает форточку, я хочу, чтобы она работала. Он включает мозган, а мне мозган мешает. И так далее. Неважно. Что же значит тогда сина с хином? Сина с хином значит, что по торе на такое, на это ты не можешь на него иметь претензий. Хином значит, что по закону на его действия ты не можешь иметь претензий. Может быть, тебе это неприятно. Но претензий ты на него не можешь иметь. По торе. Там будет и приводится, когда человек может иметь претензий на другого, а когда нет. Сина с хином означает, что человек делает что-то, что по закону торе ты не можешь иметь на него претензий. А между прочим, раби-гуды, а вы уверены, что нет без причины ненависти? Очень часто. Знаете, знаете, я имею в виду не без повода, но я имею в виду без основания для претензий. Вы знаете, очень часто ненависть возникает из-за зависти. Из-за настоящей зависти. Он богаче вас, он удачнее, его машина более красивая, я не знаю, что. Его трава более зеленая и так далее, и так далее. Или кажется человеку, что тот более удачлив. Но скажите, тот чем-то виноват, что он более удачный, чем вы? Или вам кажется, что он более удачный? Он чем-то виноват в этом, скажите? А? Нет? Он ничем не виноват? Если бы человек больше бы ощущал веру, ощущал бы, что все, что происходит в мире, это от Бога, то ощущение зависти было бы намного мягче. Человеку кажется, что то, что тот имеет, это за его счет. А это совсем не так. У Бога есть предостаточно. Дать и ему, и тебе. То, что у тебя что-то меньше, или тебе кажется, что это меньше, это не потому, что у того что-то есть. У Бога есть достаточно и для него, и для тебя. Но если Бог тебе что-то не посылает, это уже расчеты, которые Бог ведет мир. Но он тут совсем ни при чем. Это одна из частых причин ненависти. Это зависть. Так интересно. Напрасная ненависть значит напрасная, что по закону ты не можешь на него иметь претензий. Теперь. Дагимара говорит, что во втором храме евреи занимались второй, и митцвот, и гмиут хасадим, делали добро. Как же так? Если они делали добро, как же они ненавидели? Если человек хочет делать людям добро, то он заботится о других. С другой стороны, напрасная ненависть. Как это вместе сочетается? Об одном заботе, о другом ненависти. Что? Об одном заботе, о другом ненависти. А, так. Так я тут право любит, хозяин отменивать. То есть, кто-то в моих глазах хороший, а кто-то нет. Вы знаете, как говорят? Вот этот, он из моей партии, а он нет. Он из другой партии. А вообще-то, хорошо быть, знаете, в чьей партии? В партии царя Давида. Что я имею в виду? Царь Давид, в 119-й главе, говорит так. Все, кто тебя боятся, боятся Бога, то есть. То есть, я друг со всеми евреями, которые боятся тебя по-настоящему Бога, заблюдают твои заповеди. Не важно, как он одевается, и как, и что. Но, если он боится, по-настоящему боится Бога, и соблюдает его заповеди, то я, я его друг. Это, это царь Давид. Я только перевел предложение, которое царь Давид сказал в Таилиме. Вы сказали верно, человек может одного любить, другого бы ненавидеть. Но мне кажется, что, что может быть у человека два качества одновременно. Любить, делать добро. И, с другой стороны, ощущать чувство ненависти. Нет. Может быть, кого-то он любит, кого-то ненавидит. Или, как говорят, человек из своей группы, он любит и делает добро. Не из своей группы, нет. Но может быть, еще третье тоже. Смотрите. Есть многие люди, которые готовы делать добро. Но знаете, как? Я важный, уважаемый человек. И вы знаете, я даже делаю добро с людьми. Но чтобы кто-то был, он наверху, а я внизу, это уже, извините, на это я не готов. То есть, делай добро, я выше, а он ниже, и я ему делаю одолжение. Это он готов. Но чтобы кто-то поднялся выше его, это ему не нравится. Мы замечали такие чувства у многих людей. Это тоже Синатхинам? Это из причин разрушения второго храма. Интересно. В Талмуд, в Бабигонском Талмуде написано, что причина разрушения храма была Синатхинам. Напрасная ненависть. В Ярушауме написано, что это была Рашонара. Так написано в Ярушауме. Но они недалеки, они, не только они недалеки, они очень, очень хорошие друзья между собой. Когда рассказывают на другого плохое, начинаешь его ненавидеть. А если ненавидишь, хочется говорить про него плохое. Они очень хорошо взаимодействуют. эти два качества. То, что написано в Баблии, Синатхинам, и то, что написано в Ярушауме, вашеонара. Так как мы прямо сейчас находимся перед Девятым Авом, давайте немножко поговорим о законах и обычаях Девятого Ава и перехода Девятого Ава к Шабату. Я прошу прощения, от Шабата к Девятому Аву. Вы правы. Переход от Шабата к Девятому Аву. Давайте. Какие ограничения есть в Шабата? В Шабате а есть какие-то ограничения на Шабат? Смотрите, есть правило, даже человек, который в трауре, не дай Бог, близким родственникам, то публичный траур в субботу не действует. А, как говорят, тайный траур да, действует. В Польском есть спор. Тайный траур действует в Шабат, который выпадает Девятого Ава, Девятого Ава выпадает Шабат или нет. Вообще, это спор Мехабара, автор Шухонаруха и Рамо. Так, тут сидят все, по-моему, Ашкназим. Почти, так скажем так. Мехабара написано, что вообще нету даже тайного траура в Девятого Ава выпадал в Шабат. А Рамо пишет, что да. Тайные это два практических действия. Это супружеские отношения и не мыть руки горячей водой. Не мыться горячей водой. Это два так сказать, как говорится, которые у человека, который находится в трауре, это действие, это запрещено. Вопрос. Рамо пишет, что Девятого Ава тоже не имеются прорусских отношений. Ограничение Девятого Ава всем же известно. это это не есть, не пить, не мыться, не мазаться, не одевать кожаную обувь и запрет на супружеские отношения. Первый. В Шабат все, что касается публичного, ничего нету. И в Шабат можно есть все, что хочешь. И есть мясо и пить вино. Есть одно да. Можно есть мясо и пить вино. в Третью Трапезу тоже. Но надо закончить Трапезу до захода солнца. До захода солнца. Почему? Потому что когда бейнаш масштаб между сумерками, между заходом солнца и выходом звезд, может быть, это уже Девятого Ава. теперь вопрос такой, что насчет Авдалы при выходе Шабата. Авдау при выходе Шабата мы не делаем, потому что если мы делаем Авдау, то ее надо выпить. Вино надо выпить. А пить Девятого Ава нельзя. Что же мы делаем? Значит так. А в Авдале есть, мы говорим, обычно четыре брахи, правильно? Мы говорим на вино, на что-то пахучее растение, на огонь и Бог разделил между светом и будничным. Значит так. На пахучее составы вообще в этом, на этом исходе субботы вообще не будет вообще. Потому что идти что-то нюхать приятное мы Девятого Ава это не делаем. Браху на огонь говорят бейкнесете после зажигают огонь и говорят борем и рей дом ну смотрите тот кто молится дома тот кто дома может сказать послушайте а он уже вышел брахой на огонь бейкнесете или нет значит кто знает Если он уже вышел, второй раз он не может говорить. А если он не вышел, он может говорить. Я не знаю, в какой Бекнесете. В нашем Бекнесете молитва на этом исходе субботы намного позднее, чем обычно. У нас это, грубо говоря, полчаса. Так если кто хочет, когда у него суббота выходит, он может сказать зажечь огонь и сказать и вывести жену. Перед тем, как человек идет на молитву, он может зажечь огонь и сказать но перед этим он должен выйти из субботы. Он должен сказать или на русском. Свят тот, кто разделил между святыми и будничными. То есть он должен это раньше сказать. И потом он уже может зажечь огонь и сказать. А саму Авдалу делают на исходе 9 авгу. Псуки, предложение это, как говорится, на хорошую и добрую неделю, говорят только на выходе субботы. А если это на завтра уже не говорят. Он говорит только два богословления. Бори при Агофе и Баруха Мавдил. Что делать больным, которые должны прервать пост по состоянию здоровья? Между прочим, так как в этом году по 9 авгу это перенесенный. Так приводит Рыбаки, и я его приводит, что относительно больных, беременных, кормящих он легче, чем обычный пост. Если беременные женщины тяжело, или кормящие, так в этом году, что это пост перенесенный, можно облегчить. Тоже самое больным, которые в обычный год мы бы сказали, что мы постились, тут легче в этом году. Теперь, больным, которым нужно прервать пост, что им делать? Они должны перед прерыванием поста сделать авдалу. На что они должны сделать авдалу? Мнение раба Ильяшева Затсау, что они делают авдалу на пиво. Пиво. Почему на пиво? Потому что они же когда делают авдалу? 9 авгу. 9 авгу пить вино это не подходит. Поэтому он говорит, что они делали авдалу на пиво. Кто пил пиво? Что? Кто пил пиво? Рабье Гудо, вы задали хороший вопрос. Интересно. Интересно, что Рабхаим Каневский спросил своего тёстя, раба Ильяшева. А что говорит нам сделать? Рабхаим, он племянник Хазаныша. А Хазаныш считал в последние годы, что тут в Израиле нет хамар медина, местного вина. Потому что пиво тут не принятый напиток. В Белоруссии, в Германии пиво и в Москве принятый напиток. А тут в Израиле он не очень принятый. Так Хазаныш считал, что это не принятый напиток, так на него не говорят Абдул. Так он спросил своего тёстя, что же нам делать? Он говорит, знаете что, если так, то делайте хотя бы на виноградный сок. Иноградный сок это всё-таки не совсем вино. Это всё-таки сок. А это всегда вы делаете на пиво? Всегда? Так делайте честно это. Это не потому, что вы не всегда делаете. Это потому, что это не совсем вино. Так ещё раз, про Ильяшеву делают Абдулова на пиво, а по Хазанышеву делают на виноградный сок. Так мы уже говорили, что прекратить есть надо до захода солнца. А есть другой вопрос. То, кто ходит дома в кожаной обуви, когда он должен её поменять? Проблема вот в чём. Поменять кожаную обувь на обувь, которую можно нести 9 авгу, выглядит как публичный траур. А публичный траур в субботу не делают. Так вопрос, когда её надо поменять? Я вам скажу. Человек, который привык и дома ходить в тапочках, самое лучшее, чтобы он ходил в тапочках и раньше. У него нет никакого вопроса. Как он каждый шаббат ходит. Тот, кто ходит в кожаной обуви, есть два мнения. Есть мнение, что меняется, когда у него выходит шаббат. А по мнению Равля Яшева, где-то 25-30 минут после захода солнца, что мы уже принимаем, что скорее уже сомнение прошло. Меняют на тапочки. Ещё вопрос по обзору. Вы сказали, если он прекращает пост. А если он не начинает пост, он поднял или нельзя поднимать. Ну, когда он будет отдалу и... Не понимаю. А когда он собирается есть и пить? Что такое собирается? Когда нужно? Тогда пусть печать и не надо. Да когда нужно? Пусть делают отдалу. А не делают вместе со днём? Ага. Это уже совсем не обязательно. Я ему сказал, когда делает Абдаву нормально на выход? Надо взять лекарство, надо помещать. Смотрите, он может это сделать вместе. Он может это сделать вместе. Но не обязательно. Если у него действительно это соответствует. И он делает это вечером. Он может сказать все три браки вместе. Это разделяющая трапеза. Мы делаем её как четвёртую трапезу в Шабаде? Или мы её делаем вместе с третьей? Не понимаю. То есть когда у нас Суда Мафсекес? Мы делаем её в какой... Послушайте. Суда Мафсекес. Которые в обычные дни есть Суда Мафсекес. И есть последняя трапеза пять девятого мамы. И в ней есть ограничения. Только одно варёное блюдо и так далее, и так далее. Обычно едят крутое яйцо, окунают в пепел. Когда это выпадает на Шабад, всего этого нету. Эта третья трапеза является последней трапезой пять девятого. Третья трапеза... Что бы человек ни ел. Хочется мясо, мясо, вино, вино. То, что человек хочет есть. Но мы должны закончить её до захода солнца. Поэтому в этом году законы последней трапезы перед девятым мамы просто нету. Но поговорили немножко о законах. Есть ограничения учёбу, чьи фору, чьи фору? В субботу, Ремьянкев, идёт обсуждение. Но не во всём нужно устражать. Можно облегчать и учить. Не во всём надо устражать. Можно. Ремьянкев можно учить в Шабад. Ремьянкев 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 Ремьянкев